21 декабря губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Один из вопросов касался распределения средств из областного бюджета муниципалитетам на реализацию проектов по программе поддержки местных инициатив в 2023 году. Подробности в первом материале нашего выпуска. Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны. Это эффективный инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона, отметил губернатор Игорь Руденя, открывая заседание. Очень востребованные проекты, причем это такая политика малых дел, если сравнивать с большими масштабными проектами, но они приносят не меньше позитива, не меньше удовлетворенности жителей в развитии муниципалитетов, чем большие группные проекты. В наступающем году в Тверской области будет реализовано 220 проектов ППМИ в 39 муниципалитетах. На эти цели из регионального бюджета направят почти 213 миллионов рублей. Во всех случаях, помимо губернской казны, вклад вносят как сами жители, так и местные бюджеты. Предусмотрено совинансирование из внебюджетных источников. Что касается лидеров, то среди лучших те же районы, что и год назад. Это Вышний Волочок, на втором месте у нас получается Старицкий муниципальный округ и третий это Андреаполь. Поэтому вот такое завидное постоянство среди наших муниципалитетов вызывает уважение и необходимость, конечно, обмен опытом с другими муниципальными образованиями, кто у нас участвует. Наибольшее предпочтение жители отдали инициативам по улучшению качества водоснабжения и водоотведения. Об устройство контейнерных площадок, установке детских игровых комплексов, ремонта дорог. Кроме того, люди проголосовали за установку уличного освещения, об устройство спортивных городков и дворов, ремонт объектов культуры, благоустройство мест отдыха, а также закупку спецтехники и многое другое.